Приветствую вас дорогие друзья, меня зовут Владимир Рахов и в данном видео я поделюсь с вами информацией о компании DaVinci. В данной системе я нахожусь уже 5 месяцев, записываю видео сегодня 1 июля 2019 года и начал использовать инструмент компании DaVinci, ну можно сказать с начала февраля текущего 2019 года, то есть 5 месяцев. DaVinci дает возможность настроить инструмент, получить возможность зарабатывать от 5 до 30% на валютном рынке на полном пассиве, на полном автомате, без приглашений, то есть при отсутствии вашего участия в данном вопросе. Если вам все понравится, если вы разберетесь с данной информацией, досмотрите до конца, то по принятии вами позитивного решения вы сможете запустить себе такой же денежный инструмент, такой же денежный станок, приносящий от 5 до 30% в месяц буквально через 40 минут. Один раз установили, настроили и процесс пошел, ваши деньги, ваш депозит, он приносит вам постоянные дивиденды. Что же такое валютный рынок? Когда он появился, на сегодняшний день уже более 40 лет существует такое понятие, такое явление как валютный рынок, он появился через 5 лет после того, как было объявлено об отмене золотого стандарта, этот закон об отмене золотого стандарта появился 15 августа 1971 года, США заявили о том, что они перестают подкреплять золотом каждый напечатанный доллар. И через 5 лет появилось такое явление, как валютный рынок, рынок международных валют. Чтобы понять, насколько он крупный, насколько он масштабный, давайте сравним с годовыми бюджетами мировых экономик мира. США, Китай, Япония, Германия и Франция. На 2017 год, я взял 2017 год как точку отсчета, потому что это информация, которая есть в доступном, как бы в общем доступе, вы можете сами проверить загуглив, посмотреть в Википедии, вся эта информация взята оттуда. В США бюджет на 2017 год составил 3,3 триллиона долларов, Китай 2,67, Япония 1,68, Германия 1,6 и Франция 1,33 триллиона долларов. В том же самом 2017 году ежедневный, ежесуточный, то есть за 24 часа оборот на валютном рынке составил практически 2 бюджета США годовых. То есть в 2017 году ежесуточный объем оборот на валютном рынке был порядка 6 триллионов долларов. К 2020 году прогнозируется, что оборот составит порядка 10 триллионов долларов в сутки. Участниками валютного рынка являются центральные банки, то есть это банки-эмитенты национальных валют, коммерческие банки, то есть частные банки, брокеры, хедж-фонды, это управляющие фонды, пенсионные фонды, страховые компании и крупные корпорации, то есть транснациональные корпорации. Существует три основных варианта, как можно зарабатывать на валютном рынке. То есть первое, ручная торговля, это если вдруг вы являетесь трейдером, к счастью я трейдером не являюсь, то есть я не сижу с утра до вечера за компьютером, тем не менее я успешно зарабатываю здесь. Почему? Потому что я использую роботизированную, автоматизированную торговлю, которая позволяет настроить источник пассивного дохода без моего участия в данном процессе. Ну есть допустим варианты, когда вы также можете не участвовать, это передача своих денег в доверительное управление, то есть в ПАМ-счета. Но здесь есть минус, потому что вы свои деньги передаете и после того, как вы передали их кому-то, вы не являетесь по сути собственником, хозяином своих средств. Формально, может быть, где-то на бумаге, да, но вы не отвечаете за то, что происходит с вашими деньгами. Используя роботизированную торговлю, мы имеем деньги на наших собственных личных персональных счетах. Искусственный интеллект DaVinci, это роботизированная торговля. Искусственный интеллект DaVinci, это даже немножко больше, чем робот, потому что эта система, она постоянно обновляется. Она сама учится на предыдущей истории торгов. Она постоянно обновляется, примерно раз в месяц выходит обновление от разработчиков, которое отражает текущее положение дел на рынке. То есть это важный момент, который необходим для того, чтобы здесь постоянно зарабатывать. Потому что есть роботы, которые, к сожалению, не обновляются и в какой-то момент они просто могут потерять ваши деньги. В данном случае мы говорим о том, что DaVinci постоянно обновляется, примерно раз в месяц. И его алгоритмы соответствуют текущему положению дел на валютном рынке. Миссией DaVinci является возможность предоставить, предоставить уникальную возможность получения пассивного дохода абсолютно любому человеку. Будет это пенсионер или будет это студент. Оба человека и в одном и в другом случае можно использовать данную систему. Будет это, к примеру, мамочка в декрете или это будет бизнесмен или работающий человек на постоянной занятости. На пассиве вы можете иметь пассивный доход, используя данную систему. То есть абсолютно любой человек старше 18 лет, без привязки мужчина или женщина, сколько вам лет вы можете настроить себе, установить данный инструмент, который будет приносить вам полностью пассивный доход. Наши деньги находятся полностью в нашем управлении, полностью под нашим контролем. Мы их размещаем на брокерских счетах. Брокер это такой посредник, как, к примеру, если есть два человека, которые хотят друг другу передать деньги, но не из рук в руки наличкой, а, к примеру, находясь на расстоянии. То есть между ними посредником является банк. От одного человека деньги пошли в банк и через этот банк другой человек их получил. Брокеры аналогичная ситуация. То есть если есть инвестор или трейдер, то есть как вот я в данном случае и потенциально вы, то для того, чтобы зайти в валютный рынок, необходим специальный инструмент, то есть специальная организация, брокер, который от меня принимает деньги, размещает их на депозите, как вот в банке, и который выводит их на международный рынок валют. Именно вот таким, такой организацией являются те брокеры, с которыми мы работаем. Мы работаем с двумя самыми крупными такими основными брокерами. Это RoboForex, который уже более 9 лет на рынке. Forex4U более 12 лет на рынке. То есть это организация, которая имеет все сертификаты, разрешения на свою деятельность и которые многими годами подтвердили свою добрую репутацию. Я со своей стороны подтверждаю, потому что я регулярно вывожу оттуда деньги. Деньги приходят практически моментально, то есть в прямом смысле слова в течение одной минуты. Очень легко ввести, очень легко вывести. Можно вводить с карточек, выводить на карточки. Есть разные платежные варианты, откуда можно ввести. И через эти же платежные варианты можно деньги вывести на свои счета. Какие варианты заработка есть? Какие есть стратегии заработка с DaVinci? Это 4 основных стратегии Light, Optima, Maximum и Turbo. В зависимости от доходности, соотносимы и риски, которые здесь есть. К примеру, стратегия Light самая консервативная. Минимальный доход по ней составляет от 3 до 5% в месяц. Как правило, ее выбирают те люди, у которых крупные депозиты, которые настроены не столько заработать, сколько сохранить свои деньги. Люди, у которых депозиты от 30-50 тысяч долларов и больше. Они выбирают данную стратегию. Стратегия Optima, она является более агрессивной. От 5 до 10% в месяц приносит. Стратегия Maximum. Например, я использую стратегию Maximum. Скажу, что она для меня, например, максимально комфортная. Потому что моего участия там не требуется. Но, тем не менее, я зарабатываю от 10 до 15. Иногда некоторые партнеры до 20% в месяц чистой прибыли на сумму депозита. Кстати, стоит отметить, что депозит является ликвидным. То есть, его в любой момент можно или частично, или полностью вывести, или в любой момент добавить к этой сумме депозита. Ну и стратегия Turbo – это отдельная стратегия для людей, которые уже немножко разобрались в этой теме. И люди, которые хотят зарабатывать больше, там требуется определенное участие. Небольшое, но, тем не менее, требуется. То есть, там буквально есть три пункта, которым нужно следовать для того, чтобы максимально зарабатывать с данной возможностью, находясь на стратегии Turbo. На примере одного из счетов, который был запущен 16 февраля 2018 года, можно увидеть, какую доходность, кстати, по стратегии Turbo приносит данный инструмент. 16 февраля был запущен данный счет, и за первую половину месяца фактически робот сделал 7,81%. За полный март месяц – 21,42%. Апрель был не таким доходным, принес 10,02%. Май и так далее. Самым доходным оказался в ноябре 2018 года почти 40%. И декабрь – это тоже было полмесяца, потому что профессиональные трейдеры, специалисты в данной сфере, они сами следуют и рекомендуют всем в период новогодних и рождественских праздников останавливать свою торговлю или ручную, или автоматизированную, то есть ставить на паузу с 15 декабря по 15 января. И здесь было сделано именно так. Тем не менее, робот принес 9,5% за половину месяца декабря. Это простые проценты. То есть, на примере, если бы здесь было вами инвестировано, к примеру, сумма 10 тысяч долларов, то вы бы заработали за февраль, за полмесяца 781 доллар чистой прибыли, за март 2142, за апрель 10 тысяч 2 доллара и так далее, за ноябрь 3943 доллара чистой прибыли, вынимая деньги, постоянно вынимая деньги каждый месяц. Но также здесь есть возможность капитализации собственных средств, то есть, возможности получать проценты на проценты. Это сложные проценты, то есть, чтобы зарабатывать больше, можно просто не вынимать деньги, и каждая наторгованная копейка, она будет участвовать в дальнейших торгах. И на данном счете было сделано именно так. То есть, деньги были заположены на счет, и они оттуда не вынимались. Так вот, за один год и одну неделю, таким вот образом, путем сложных процентов, было получено более 660%. Обратите внимание, что это февраль, 21 февраля 2019 года, а вот уже 662%. А вот уже на 17 июня данное значение с 660% поднялось на 1055%. То есть, это работает по принципу, знаете, снежного кома. Сложные проценты, чем дольше вы их используете, тем большую прибыль они вам приносят. Схематически как выглядит все. То есть, вы как пользователь, как инвестор, как трейдер такой, да, за которого работает, за которого торгует робот, вы устанавливаете данное программное обеспечение, то есть, робота DaVinci, вы устанавливаете на удаленном сервере. То есть, не у себя на телефоне, не у себя на компьютере, вы устанавливаете на удаленном сервере, то есть, на инструменте, на сервисе, который позволяет всегда работать без перебоев с электричеством, без перебоев с интернетом, там крайне редко возникают какие-то сбои, работает все 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, очень исправно. И ваша техника, да, как бы, если вы закроете ноутбук, она не остановит работу робота. А вот на удаленном сервере не происходит закрытия, не происходит каких-то сбоев, вот по таким вот причинам. Вы на удаленном сервере устанавливаете робота DaVinci, его подключаете к своему счету на брокере, и уже с брокера деньги выводятся на валютный рынок, и DaVinci производит все операции. То есть, робот фактически не может забрать себе деньги, он имеет право только лишь открывать сделки, только лишь участвовать в рынке. И робот DaVinci, он заинтересован, да, то есть, его так запрограммировали его разработчики, заинтересован приносить вам прибыль. Потому что вы покупаете данный продукт на один год, в следующий год вы его продляете, вас все устраивает, конечно же. Поэтому ребята делают его таким образом, чтобы вы обязательно либо росли в использовании данного робота, либо пользовались им постоянно, на постоянной основе, в течение длительного периода времени. Так вот, сколько стоит данная система? Все на самом деле зависит от той суммы депозита, которую вы готовы разместить, которую вы готовы использовать, то есть, с которым вы готовы работать. Если ваш депозит не превышает 2000 долларов, тогда вам будет достаточно робота за 250 долларов. Если ваш депозит от 2 до 5000 долларов, то вы можете использовать робота за 500 долларов. Если ваш депозит от 5 или технически на самом деле сюда можно завести от 150 долларов. От 150 до 2, здесь фактически от 150 до 5000 долларов, здесь до 30 тысяч долларов, то есть сюда включены 2 лицензии, 2 робота, каждые по 15 тысяч долларов. То есть можно открыть 2 счета на разные стратегии или 2 счета, каждый на разном брокере, там либо один, либо другой, которые у нас представлены. Если у вас крупный депозит, то есть до 100 тысяч долларов, тогда вам нужен будет робот с двумя лицензиями за 2000 долларов, каждая лицензия по 50 тысяч долларов. Вот и все, вот и весь процесс. Если вас заинтересовала данная информация, то обязательно обратитесь к тому человеку, который вам сбросил ссылочку на это видео, пускай он ответит на все ваши вопросы, поможет вам зарегистрироваться и все настроить, на это потребуется порядка 40 минут в среднем. Кто-то делает быстрее, кто-то дольше, но порядка 40 минут в среднем. Мы друг друга, знаете, ласково называем робовладельцы, потому что у нас есть роботы, которые для нас трудятся, и мы к этому не прилагаем усилий, создавая себе таким образом источник пассивного дохода. Мы будем рады видеть вас также в команде робовладельцев, поэтому, друзья, регистрируйтесь, принимайте решения, пробуйте и добро пожаловать. Желаю вам зарабатывать много, приумножать ваши деньги системой DaVinci. На связи был Владимир Ахов. Всем пока.